здравствуйте мои дорогие возлюбленные в господи я ника и сегодня мы будем говорить о каждом дне нашей жизни что происходит нашей жизни сегодня будет много слов из писания мы будем размышлять о том как в нашей жизни мы должны справляться и как поступать и как отвечать и как какой сделать выбор в случаях когда в нашей жизни появляются очень трудные злые беспокойные злые трудные негативные люди трудно вот очень трудно общаться трудно трудно и в общении которые приносят нам трудность как но как с ними на английском это дефекал вот трудно и даже не очень но есть да есть люди которые трудны если не которые просто совершенно нечувствительные совершенно все время злые все время недовольные такие люди мы вот как-то говорили в другой а в другом видео есть у меня видео про людей которые обижаются чем год они обижаются берут на себя ходят обижаются и все время обижаются но есть люди которые действительно злые у них а вот в голове у них вот злости на языке злость помышление злые и у нас встречаются такие люди в нашей жизни вы знаете а почему наши они встречать в нашей жизни наверное потому что мы как в якобы мы читаем что когда вы радуетесь братьями когда вы входите в великие искушения потому что она производит терпение да все это для терпения для того чтобы мы были выносливые победители победители ходили с победой в господи и не принимали и знали как бороться с этим мы знали как бороться в чем и в чем состоит все это все же потому что это наша жизнь и господь у нас уже оградил знанием слова своего господь уже оградил нас и данным вот именно вот это противоядие против такого зла которые мы видим в других людях по отношению к нам и знаете вот какие они люди вот какие они могут быть эти трудные люди быть они очень агрессивные они очень себе любивые очень все себе себе единоличные они очень просто грубые которые любят ругаться люди очень трудно с ними общаться трудно с ними что это делать такие люди могут быть даже знать члены вашей семьи можно такой же на у какого ни мужа может быть такой муж у жены затем могут быть какие-то а какой-то брат сестеря и сестра или брат брата на те даже может семье это такая ситуация но если вы верующий здесь и вежу может быть такие люди войти на работе которого только ищет чтобы какую-то пакость что-то слов сказать что чтобы сделать, чтобы, ну, просто приносит настолько яда через их язык, через их отношения и через их действия, поступки. Может быть, это если вы в школе, где-то в колледже где учитесь, не знаю, где вы находитесь, но, конечно, вы знаете, если вы верующий, то Господь будет испытывать наши сердца через это. Они даются нам для испытаний, чтобы мы преодолели. И, знаете, мы не одни, мы не одни проходим, я не одна прохожу это испытание. Вы знаете, в моей жизни было много таких. Господь испытывал, потому что Он знал, Господь знал, что когда я пришла к Богу, у меня было много того, что, например, нетерпение, там, себя любие, единоличное, гордость, там, все такое, что оно не нужно. Все такое, оно Богу не нужно, но вам не нужно обхождение Бога. Господь это шлифовал и убирал, и посылал в мою жизнь каких-то злых людей, которые делали какие-то злые поступки, разговаривали с гневом. Это все моя была школа. И Он со мной эту школу проходил. Я была не одна. Я была не одна, и Господь мне помогал, как реагировать, показывая своим примером. У него пример, пример Господа во всем, вы знаете, пример Господа во всех сферах нашей жизни, во всей деятельности, в сфере нашей жизни. Господу, как посмотрите, помните, первосвященники, фарисеи, эти лицемеры, просто лицемеры, люди из зависти, из зависти, что, ну они же из-за зависти тоже повесили, и люди, которые не могли это вынести из-за зависти, из-за своего невидения Бога, не хождения в Боге, но будучи злыми внутри, Господь даже назвал их, вы, ваш отец дьявол, потому что он отец лжи, и вот вы тоже дети дьявола. И вы знаете, как реагировал Господь на такое? Значит, есть примеры, когда он реагировал, он просто игнорировал. Мы знаем этот пример, когда они ему говорили, а он сел, сел что-то чертить на песке, на земле что-то, начал он писать. Значит, он ничего не говорил, он не это реагировал. Значит, бывали места, мы знаем, в Писании, где, я даже могу, если хотите эти примеры привести буквально, он даже сказал, он сказал слово Божие. То есть он слово Божие сказал, и он привел их к слову. Вот скажите, слово Божие как? Например, было место, где, давайте приведем, когда фарисеи пришли и спросили, да, подождите, давайте в Марк 11-28, когда они сказали ему, я перевожу с английского, но вы поймете, вы можете сами найти это место, с какой властью ты делаешь это? И кто тебе дал, кто тебе дал эту власть, творить эти вещи, изгонять бесов, исцелять все это? И Иисус, Он просто ответил им вопросом на вопрос. Он не стал отвечать, где Он взял эту власть. Он услышал вопрос, каверзный, гневный, трудный, как бы аргументирующий, ну, аргументирующий, английское слово, именно человек, который сейчас вот зажжет этот пожар славесного и славесной вот этой ругани, что они пришли, они хотят с ним ругаться, они хотят с ним выбить и на чистую воду, они хотят, чтобы была такая полемика враждебная. Он не вступал, он сказал, он спросил их вопрос на них. Скажите, скажите, а крещение Иоанна, Иоанново крещение откуда идет? От небес идет? От Бога идет? Или от человека? Когда они у него спрашивали. А они подумали, подумали, если мы скажем о человеке, ну, вы знаете эту историю, если мы скажем о Боге, значит, то, а если мы говорим о человеке, то. И они сказали, мы не знаем. И он сказал, ну, я и я вам не скажу. Вот, знаете, есть ситуация, когда вы просто будете, человек будет задавать вам какие-то каверные вопросы, чтобы только вы будете, возбудить вас гнев. Вы можете ответить очень просто вопросами на него. Так же, как и Господь. В некоторых случаях надо просто промолчать и просто заниматься своим делом. не с злостью, но просто сказать очень, ну, как бы игнорировать ситуацию. Да, вот как и Господь, Он же учит нас, как относиться к Нему, как относиться к таким очень трудным ссору возбуждающим людям. И в Юане, в 8-й церкви, в 47-м главе, Он просто, иногда мы можем просто так же, как Иисус, просто взять и, как бы, сказать, вот не слово «ребюк», да, вот оно по-русски будет запретить, да, а вот именно, ну, сказать, как оно есть, как оно сказать, как оно есть, и просто привести абсолютно разумный пример. Например, Он сказал в Юане, в 8-м главе, в 47-м стихе, Он сказал, что кто слышит от Бога, кто слышит слова от Бога, то человек, он есть от Бога. Причина, почему вы, причина та, почему вы не слышите эти слова от Бога, потому что вы не от Бога. Вы не можете слышать, потому что вы не от Бога, да. Поэтому иногда, когда ему сказать, знаете, я не могу с вами разговаривать, как был у меня случай, один католик со мной спорил, вот как он спорил, говорил, что, мы спорили о том, что, я говорила, что зачем молиться Марии, это нигде написано в Библии, зачем вот взять и тревожить человека, она была человеком, она была создана как человек, этот человек умер, и она сейчас с Господом, но она была избрана как человек. зачем молиться человеку, зачем молиться умершему человеку, да. И даже, конечно же, Мария, и у нее она в Библии, это великое имя, потому что блаженно будет, она среди народа написана так, да, благословляет вот имя. Конечно, мы вспоминаем ее, что Мария это вы избранное, но зачем, я говорю, молиться Марии, и вот у нас был разговор такой, и он никак не мог доказывать, что надо это все, и Евгения никак не могла убедить его. Я сказала, вы знаете, если бы вы прочитали всю Библию, особенно Новый Завет, особенно учение Иисуса Христа, особенно, что он заповедовал, все-все-все-все книги от Павла, от Петра, вы бы понимали, мы бы были с вами на одном языке, мы бы разговаривали одним языком, знаете, он, этот человек, был доктором, я говорю, я же не разговариваю на вашем докторском языке, потому что я ничего не знаю в медицине, но если вы разговариваете со мной на том языке, на котором я знаю, то язык Слова Божьего, Слово Божье я люблю, я его знаю, я его знаю в моем понимании сейчас, в моем росте сейчас, конечно, каждый день я буду расти, расти, это еще много для познания есть, но то, что я знаю, я ему говорю, и это написано, я говорю, когда вы будете читать Библию, тогда вы, пожалуйста, со мной придите и поговорите, потому что мы будем говорить, как будто бы равны, зная Слово, знаете, поэтому, и поэтому Господь сказал, кто слышит Слова Божие, тот от Бога, а кто не разумеет, не разумеет от Слова Бога, значит, они не знают Слово Божие, они не от Бога, поэтому вы можете так сказать, это тоже пример от Господа нашего, и вот я хочу как бы в заключении просто сказать, что самое главное, что Господь нас призывает, я прочитаю, самое главное, это будет у нас от Петра, 1 Петра 3,9, по-моему, да, 1 Петра 3,9, с 9-го, вот у нас есть стих, я почитаю, «Наконец, будьте все единомысленные, сострадательные, братолюбивые, милосердные, дружелюбные, смиренно мудрые, не воздавая злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны». Зачем? Чтобы наследовать благословение, да, знаете, вот в этом тоже, если вы хотите быть благословенным человеком, благо, оно от Бога во всей сфере и области вашей жизни, если вы хотите быть благословенным во всем, да, тогда не воздавайте злом за злом, ругательством за ругательством, напротив, благословляйте, зная, что в этом я призвана, это мое призвание, чтобы наследовать благословение. Видите, от этого вытекающее, последственное вытекающее, это получается наследовать благословение. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, если вы действительно наслаждаетесь вашей прекрасной жизнью, и вы хотите видеть добрые, не злые, а добрые дни, удерживайте язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что отчи, Господа, обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их из земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями добра? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Почему? Потому что Бог ваш идет перед вами. Господа Бога, светите в сердцах ваших». Значит, опять это сердце, да, сердце мы должны это все вкладывать, доброе, доброе все в сердце. Будьте всегда готовы к всякому требующему от вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротностью, видя, и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житье во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник, праведник святой Господь. За неправедных был умерщвлен во плоти за нас. Вот это вот слово Писания, я хотела бы с вами поделиться, просто когда вы встречаетесь такого трудного, очень злого человека, от которого просто идет это зло, это вот просто аура зла, и она отравит твою жизнь, они вот отравляющие люди, люди, именно которых на языке зло, и в сердце помышления злые, это отравляющие. То вы просто знаете, что, знаете, у меня несколько раз было такое, что я смотрела на человека, человек кричал, орал, просто в такой агонии, я скажу, агонии гнева в эту минуту. И Господь мне дал такой мне покой, я смотрела в глаза и говорила, Господь, я благословляю этого человека, чтобы он познал тебя. И в сердце мое я начала молиться. И я знала, что человек, который так кричит, это не человек, это бесноватый, это беснующийся человек, человек, который это делает, это не от Бога, то есть это все от сатаны. Сатана не имеет ни совести, сатана не имеет ни любви, ни милосердия, ничего такого, что от Бога в сатане нет. И его демоны, также здесь демон может прийти и руководить этим человеком. Вы тогда смотрите на человека, что этот гнев идет от демона. Человек этот по образу и подобию Бога созданный. Поэтому молите за этого человека, благословляйте, чтобы обрести ваше собственное благословение. Ну, на этом мы закончим. Это была сегодняшняя мудрость от Бога. Слава Богу, что я просто говорю вам от своего опыта с Господом, хождения в Боге. Я это делаю, это работают. И просто слава Богу за эту силу, что мы можем преодолевать такие трудности. Спасибо. Слава Господи. Будьте благословены. Будьте благословены.